Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов и их автобиография. Хуан Паскуаль де Мена, испанский скульптор в неоклассическом стиле. Родился в 1707 году в Вильсеке де ла Сагра. Когда ему исполнилось 5 лет, его семья переехала в Мадрид. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Начал там свое обучение и вскоре установил контакт с иностранными скульпторами, в основном французскими, которые работали над украшением королевских зданий. И познакомился с новыми стилями, происходящими из Италии, переданными испанцами, обучавшимися в Риме, в частности с Филиппе де Кастро. Однако неизвестно, у кого он учился. В 1730 году женился. Участвовал в планировании настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо. И в 1752 году, когда она открылась, он был назначен заместителем директора, став директором в 1762 году. В 1765 умерла его жена, оставив его с маленькой дочерью. Три месяца спустя он женился на Хуалине Перец. В 1771 был назначен генеральным директором Академии. Был назван почетным академиком в настоящей Академии изящных искусств Сан-Карлоса в 1768 году. Был очень плодовитым. Его самая известная скультура из мравора. Фонтан Нептуна по проекту Вентуры Родриг. Примечательный бюст короля Карла III и несколько статуй предыдущих королей для королевского дворца Мадрида. Кроме того, он представил множество религиозных деятелей. Для таких учреждений, как церковь Сан-Херонима или Реаль, церковь Сан-Маркос и церковь Сан-Мартин Камерос. В качестве одной из своих последних работ он участвовал в украшении алтаря в соборе Толедо. Проект остался незаконченным после его смерти. Лепил, как говорили, из дерева. Многие из его работ были ошибочно приписаны его современнику. Луисус Альвадоро Кармон. Умер 16 апреля 1784 года в Мадриде. Вот так немного. Все, что есть. Все, что удалось мне найти. О испанском скульпторе, который работал в неоклассическом стиле. Хуан Паскуаль де Мена. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Продолжение следует.